Проксимальный конец бедра Острый угол на медиальном надмышелке – бугорок от дуктора. Этот выступающий гребень – медиальная надмышелковая линия, а этот гребень – латеральная надмышелковая линия. Сейчас мы добавим большеберцовую и малоберцовые кости. Большеберцовые и малоберцовые кости плотно скреплены друг с другом двумя суставами – проксимальным и дистальным большеберцово-малоберцовыми суставами. В каждом из этих суставов практически нет движения. Рассмотрим проксимальный конец большеберцовой кости. Это медиальный мышелок. Это латеральный мышелок. На вершине двух мышелков есть две частично разделенные суставные площадки. Они более плоские, чем суставные поверхности бедра. Неровное пространство между суставными поверхностями – межмышелковое возвышение. Это выступающая масса спереди. Большеберцовый бугорок – место прикрепления сухожилия четырехглавой мышцы. Небольшая фаска вот здесь для малоберцовой кости, которую мы добавим. Это головка малоберцовой кости. Это шейка. Головка малоберцовой кости – место прикрепления главной связки коленного сустава. Пространство на каждой стороне колена между бедренным мышелком и большеберцовым мышелком занято серповидным хрящом – мениском, который мы вскоре увидим. Пространство посередине – межмышелковая борозда – занято двумя крестообразными связками. Межмышелковая борозда и ее содержимое разделяют коленный сустав на две почти отдельные половины. Необходимо добавить еще одну кость – надколенник. Надколенник, как мы видим, встроен в сухожилие четырехглавой мышцы, которая идет отсюда и прикрепляется здесь на бугорке большеберцовой кости. На задней стороне надколенника суставная поверхность разделена. Эти фаски сочленяются с бедренными мышелками, когда колено согнуто, или с этой центральной суставной областью, когда оно разогнуто. На бедренной кости – это латеральные мышелок и надмышелок, медиальные мышелок и надмышелок, аддукторный бугорок и межмышелковая борозда. На большеберцовой кости – это латеральный мышелок, медиальный мышелок, большеберцовый бугорок и выемка малоберцовой кости. Это головка малоберцовой кости, это шейка, проксимальный большеберцово-малоберцовый сустав и надколенник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова